канал популярная микробиология с вами сенсационное и опасное сообщение 1 июля двадцатого года вспышка бубонной чумы в западной монголии жертвами стали два человека 27-летний мужчина и девушка в прямом контакте 60 человек 400 человек косвенном контакте объявлены карантинные меры а источником было мясо сурков это мясо люди съели сыром виде это предполагается обычаями этой страны тоже такое бубонная чума и что такое природный очаг чумы эта территория где имеются болеющие чумой у нас в россии приблизительно 12 процентов территории чумоопасны это районы пустынь степей иногда гор какие районы россии опасны в плане чумы забайкалье алтай граница с монголии дагестан чечня кабардино-балкария калмыкия восточные районы ставропольского края астраханская область граница с казахстаном монголии и китая чумах это огонь под пеплом опасность не становится печальной реальностью потому что постоянно работают противочумные институты и станции бывают годы благополучия но все равно костер существует под пеплом существует теория что когда возрастает активность солнца начинаются вспышки чумы среди животных человек только иногда включается в цепочку жертв природно очагового заболевания чумы заболевание очень тяжелое возбудитель чумы в результате нарушившегося экологического равновесия и снижение иммунных барьеров человека может распространяться с ужасающей быстротой и стать для человека 21 века таким же бичом как он был средневековья выявлено 300 видов диких грызунов которые являются источником чумы чаще всего это сурки суслики и верблюды заболевание передается при укусе блохи таким образом переносчиком является блоха охотники-отловщики грызунов работают в перчатках сапогах защитной одежде которая пропитана специальным составом отпугивающим блох а врачи чумологи заразки надевают противочумной костюм это пижама сверху халат с тесемками на спине сапоги перчатки трехслойная ватно-марливая повязка и большие очки как мотоциклетные люди надевшие противочумной костюм похоже на призраков а лаборатории устрашающая надпись при пожаре не спасать врачи чумологи проходят шестимесячную специализацию если пробирка вылетает из рук надо мгновенно признаться коллегам ведь сосед не всегда заметит эту аварию и тогда надо добровольно сесть в изоляцию на 6 суток что же собой представляет возбудитель возбудитель это ир синие это маленькая палочка овоидной или яйцевидной формы длиной 1 3 микрометра она окрашена по полюсам образует нежную капсулу является грамм отрицательный в природе существуют две формы чумы это бубонная форма чумы при которой воспаляются лимфатические узлы и это вторично легочная форма чумы которая распространяется от человека человеку восприимчивость людей к чуме очень высокая потому что нет естественного иммунитета к этому заболеванию начинается чума внезапно без продрома появляется потрясающий озноб сильная головная боль и головокружение температура достигает 40 градусов лицо становится бледным и на лице появляется выражение ужаса по латыни такое лицо носит название фациис пестика человек умирает от интоксикации но если вовремя ввести активные антибиотики то ир синие погибают и человек может выздороветь но чаще всего местные врачи большинстве своем не могут поставить точный диагноз и принимают чуму за грипп менингит или пневмонию лабораторная диагностика чумы проводится в лаборатории особо опасных инфекций для контактных людей а в данном случае при вспышке чумы в западной монголии это уже почти пол тысячи человек необходимо обсервация то есть контактных людей изолируют ежедневно проводится их обход и двукратное измерение температуры весь медицинский профессионал персонал профилактически получает вакцину и антибиотики специфическая профилактика чумы осуществляется живой чумной вакциной она применяется подкожно или накожно двухкратно лечение осуществляется с трептомицином также есть препарат противочумной гамма-глобулин и противочумной бактериофак не ешьте мясо сырых грызунов будьте бдительны если собираетесь в алтай и казахстан будьте здоровы берегите себя всего доброго доброго